Книга «Открытым оком», тема «Мусульманство», 18-й том, вопрос 3236-й. «Что из Корана приняли русские люди, сами того не ведая?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Слова до седьмого неба», в кавычках. «Что можно не паститься путешествующему? Что можно мыться, крестить песком и другое?» Коран, 17-я сура, срок 4-й аят. «Прославляет его семь небес, и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, чтобы не прославляло его хвалой. Но вы не понимаете прославления их. Поистине он кроткий, прощающий». 23-я сура, 86-й аят. «Скажи, кто Господь семи небес и Господь великого трона?» Они скажут, «Аллах». «Скажи, разве вы не побоитесь?» «Аллах», 91-я сура, 91-й аят. «Аллах не брал с тебе никакого сына, и не было с ним никакого божества. «Каждый Бог унес бы то, что Он сотворил, и одни из них возносились бы над другими. Хвала Аллаху превыше Он того, что они Ему приписывают. Ведующему сокровенное и наличное, превыше Он того, что они предают Ему в соучастники». Это не просто слово «соучастник», а речь идет об отрицании равночестного сыновства Иисуса Христа, Богу Отцу Иегове. «И по Библии есть только три неба и небо небес». Коран 2-я сура, 173-й аят. «Он ведь запретил вам только мертвичину и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото не для Аллаха. Кто же вынужден, не будучи нечестивцем и преступником, нет греха на том, ведь Аллах прощающий милосерд». 185-й аят. «Месяц Рамадан, в который неспослан был Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и развлечения. И вот, кто из вас заставит этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен или в пути, то число других дней. Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднений для вас. «И чтобы вы завершили и возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас, может быть, вы будете благодарны». 2-я сура, 187-й аят. «Разрешается вам в ночь поста приближение к вашим женам. Они – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Узнал Аллах, что вы обманываете самих себя, и обратился к вам и простил вас. А теперь прикасайтесь к ним и ищите того, что предписал Аллах. «Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нитка и черная нитка. На заре потом выполняйте пост для ночи. И не прикасайтесь к ним, знамения людям, может быть, они будут богобоязнены». Святая Библия. 2-е к Олимпинам, 12-я глава, 2-й стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». 3-е царство, 8-я глава, 27-й стих. Поистине, Бог ли, Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Стихотворение Сумел бы я шатром переселиться с насиженного места и без оговорок. Не выглядел бы хуже, чем ослица, не нагрубил бы оправданий ворох. Но Авраам на ветер не бросает слов, пакует чемоданы и корзины. На звезды смотрят, Господи, готовь меня на переход хотя бы зимним. Еще верблюд не испытал седла, и остановки в неизвестном поле, с прошедшим порвано, развеяно дотла, прощание раны растравляют солью. По облегченному режиму жил апостол Павел, легко перелетая во вселенной, маршруты путешествий нам оставил, шел к тем, кто от греха совсем ослепил. С мобильностью дружили христиане. Все проповедовали слово Иисуса. О горе русское, когда же у нас настанет? Кличи благовестию, объюродевшие Руси. Перемещусь в салоне у маршрутки, шоферу и кондуктору поближе. Затеет разговор хотя бы на две минутки. Иконочка висит у них вполне престижно. Водитель так по-черному коптит, что сделал замечание при людях. Ему на помощь подыскался тип с обидою на пыщенные губы. Решил не отступать и подтвердить, что Слово Божие есть обоюдоострый меч, и, может быть, ждет пропасть впереди, и чажесть с легкостью освободит Бог с плеч. Мои шатры не раз вот так снимались. Я слышал крик «Приди и помоги!» Любовь гнала и донимала жалость, встречал воскресших из глубин могил. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.